И снова всем привет, мои дорогие друзья и подписчики, с вами снова я. Да-да, не удивляйтесь, не первый, но и не последний московский видеоблогер. И вы находитесь на канале Московский Обжор. И сегодня уже на улице, вы не поверите, 1 апреля 2019 год. Сегодня день дурака, день дураков. И несмотря ни на что, а сегодня в Москве выдалась очень противная погода. Если вчера, ребятушки, в Москве, можно так сказать, лето было, все ходили в одних футболочках, а очень было жарко вчера, светило яркое солнышко, то сегодня все наоборот. Когда я вышел из подъезда днем, на улице было зябко сегодня. Вот, если вчера было лето, то сегодня утром мне показалось по ощущениям весна, вот весна. А когда я уже возвращался из Ашана домой, когда вышел я из Ашана на улицу, я вообще чуть с ума не сошел, ребятушки. Уже была как будто погода поздняя осень, вот, где-то там октябрь, ноябрь, потому что шел сильный снег с дождем, ветер, и очень было сыро и зябко. Вот, поэтому, ребятушки, еще рано переобуваться. Все дело в том, что если вы утром выйдете на работу в школу или за покупочками поедете в туфельках в летних, то возвращаться будете, возможно, уже в валенках в зимних. Поэтому особенно это касается водителей, вот, нас с вами, водителей, и еще рано переобувать железного своего коня в летнюю резину. Поэтому не спешите, ребятушки, погода наша сейчас стала непредсказуемая. И несмотря ни на что, я все равно оптимист, никогда не унываю, я снова взял себя в руки, причем двумя руками вот так вот оделся, собрался, вот, умылся, обулся, подпоясался, как надо, и с нетерпением отправился в очередной раз за покупочками. А знаете, куда сегодня? Правильно, в Ашан. И я уже только что, мои хорошие, приехал домой, и сейчас хочу с вами, с нетерпением, мои хорошие, поделиться своими покупочками, мои хорошие, которые я там только что, мои хорошие, в Ашане, мои хорошие, совершил. Что же я там сегодня купил? Давайте, как всегда, начнем по традиции, куда русскому человеку без белого хлеба. Вот, вот такой вот сегодня был в Ашане, и я очень рад. Поэтому взял очень хороший, вкусный хлеб, называется любимый хлеб. Вот такой вот батонно-резной, рецептура ГОСТ, без улучшителей, приготовленный на паре для самых любимых. Честная рецептура, ну вот такой хлеб, здесь 350 граммов. Я вам его как-то показывал, вот, для тех, кто не знает, вот, можете поставить на паузу и почитать, и почитать. Вот, это Ногинский хлебокомбинат. Вот такой вот хлеб, очень свежий, сегодня сделали. В день дурака, сегодня 1 апреля, ребятушки, уже вы представляете, уже 1 апреля. Как же быстро время наше с вами летит, дорогоценно. Ну вот такой вот хлеб, короче, вот такие вот батоны. И цена вот за такой батон, уже дорогая, ребятушки, составляет 16 рублей 56 копеечек. Я купил 4 батона, поэтому эти 4 батона умножаем на 16 рублей 56 копеечек и получаем. Вот за эти 4 батона я отдал 66 рублей 24 копеечки. Вот, смотрите, раз батончик, так вот, второй, так вот, третий, третий. И вот 4 батончика, вот, 4 батона. Так, с хлебушком разобрались. Так, поэтому, ребятушки, подписывайтесь на мой канал и обязательно подключайтесь к колокольчику. Тогда будете всегда в курсе последних моих новостей, все, что связано на сегодняшний день с актуальными ценами. Вот, сколько чего стоит, будете всегда в курсе. Поэтому хлебушек белый вычерпим. Так, там же в Ашане, естественно, я сегодня купил, нам нужна была лаврушка, лист лавровый. Вот, фирма называется Магия Востока, там всякие были, каких только не было. Но я решил эту взять. Магия Востока, лист лавровый, вот какой был, здесь 15 граммов. Вот, посмотрите, пожалуйста, вот такая вот красивая упаковка. Магия Востока называется, вот, лавровый лист, здесь 15 граммов. Вот такая вот. Кому интересно, можете поставить на паузу и ознакомиться, почитать. Так, значит, и цена вот за эту лаврушку, за одну пачку, в которой 15 граммов составляет 18 рублей 72 копеечки. 18,72. Я купил две пачки. Вот, раз пачка, и вот вторая пачка. Две пачки, вот, я купил. Так, убираем лаврушечку, чтобы она нам больше не мешалась. И сразу же мои хорошие вычеркиваем, вот, чтобы не запутаться. Ребятушки, я сегодня купил в Ашане по акции. Вы сейчас с ума сойдете от зависти. Вот, бульмени, бульмени, горячая штучка. А все дело в том, что вот, когда нет на них акции, они в пятерочке стоят где-то за 900 граммов 200 с чем-то рублей. 200 там, 30 или, ну, я не знаю, 200 с чем-то рублей. Дорого. Но как-то я вот на днях в пятерочке покупал бульмени. В упаковке там плюс-минус где-то горячая штучка бульмени 900 граммов. Вот, и я отдавал где-то, я уже точно не помню, 160 с чем-то рублей. Вот. Но сегодня в Ашане, я чуть с ума не сошел, там тоже были бульмени, фирма горячая штучка с говядиной и свининой. В пачке, что очень радует, ребятушки, знаете, сколько граммов? Так, вот, 430 граммов. И вы с ума сейчас сойдете. Знаете, почем? Вот за пачку, в которой цена, сколько стоит эта пачка, в которой вес 430 граммов? Вот за эту пачку я по акции сегодня в Ашане отдал всего лишь 59 рублей 90 копеечек. Ну, грубо говоря, 60 рублей. Вот, смотрите. Две пачки, две пачки, это будет вес 860 граммов. Вот, 860 граммов выходит 120 рублей. Вот, 860 граммов. А в пятерочке где-то 160. Короче, намного дешевле. Вот, намного дешевле. И я уже жалею, что я мало взял, мало понабрал. Надо было вообще целую сумку понабрать. Ну, тяжело нести до машины. И вот поэтому я такие вот сегодня купил. В тот раз в пятерочке-то я брал одну большую упаковку, а в Ашане только вот такие вот были, по 430 граммов. Вот такие вот бульмени с говядиной и свининой. Это не реклама, попробуйте. Очень вкусная штучка горячая. Вообще обалденные. Лучше, чем пельмени. Очень вкусные, сочные, жирные, мясистые. Мяса очень много, мясная начинка. Вообще просто очень вкусные. Это не реклама. Это просто вот я говорю то, что нам они очень и очень понравились по вкусу. Очень вкусные эти бульмешки. Вот такие вот. И на них очень часто акция бывает. Поэтому это очень хорошо и приятно. Ну вот, ладно, все. В принципе, что я вам хочу сказать. Еще раз повторюсь. Цена по акции 59,90. Грубо говоря, 60 рублей. Поэтому я сегодня куплю таких целых две пачки. Вот целых две пачки. Вот целых две пачки. Вот, давайте мотор сделаем тогда что-ли. Давайте в холодильник сразу уберем, ребятушки. Чтобы они не успели разморозиться. Потому что повторная заморозка категорически запрещена. Вот. Поэтому все убрал я в морозилку. Так, давайте сразу вычеркнем, чтобы нам не запутаться бульмешки. Очень вкусные. Ребятушки, я сегодня купил в Ашане. Вы сейчас с ума сойдете от зависти. А набор для первых блюд. Набор для первых блюд. От фирмы каждый день. Это части тушек, цыплят-броллеров. Набор для первых блюд. Сто лет я не покупал их. Охлажденные. Вот. Лисский броллер. Город Лиски. Воронежская область. Посмотрите, ребята, какой суповой набор. Сегодня купил московский обжорщик. Вы только посмотрите, какой аппетитный. Какой симпатичный. А сколько мяса. Одно мясо вы только посмотрите, ребята. Какой суповой набор. Вот шашлык, кстати, из него хорошо тоже делать. Вот. На природе. Посмотрите, ребята, какой суповой набор я купил. Вообще просто. Просто красотища. Вы видите, ребятушки. Какая красотища. Вот. Поэтому можете поставить на паузу и почитать. Если не видеть, можете очки одеть Или лупу взять Вот такие вот Такой вот набор суповой И цена вот за этот набор суповой Вы сейчас с ума сойдете от зависти Всего лишь За килограмм 70 рублей 55 копеечек 70 рублей 55 копеечек У меня вот здесь, вот в этом лотке 904 грамма Вот, 904 грамма Поэтому эти 904 грамма Умножаем на 70 рублей 55 копеечек И получаем Вот за эту подложку я отдал 63 рубля 78 копеечек Ясно, да? Так, вот, убираем И это еще не все Я таких 2 купил, 2 суповых набора Вот вторая упаковочка Цена та же, естественно, за килограмм 70 рублей 55 копеечек Вот, а вес уже здесь другой 1,46 кг Поэтому 1,46 кг умножаем На 70 рублей 55 копеечек Вот, и получаем Вот за эту красоту я отдал Ребятушки 73 рубля 80 копеечек Вот, 73 рубля 80 копеечек Посмотрите, какие Какой замечательный суповой наборчик Вы только посмотрите, ребятушки Вы только посмотрите Какой аппетитный мясистый, хороший Чистенький, ровненький Кусочки все такие вообще прям Ровненький такие вообще, симпатичные Видите, какие красивые Вот, поэтому Завидуйте, молчи Так, вот Так, с суповым наборчиком разобрались И это еще не все, ребятушки Я сегодня в Ашане купил Помимо этого супового набора Окорочка Окорочка Вот, окорочок особый, охлажденный Части тушек, цыплят, бролеров Вот, госветнадзор тоже все это прошло Тоже в Воронежской области Город Лискин Посмотрите, какие шикарнейшие Окорочка Я сегодня купил Московский обзорщик Вы только посмотрите, какие красивые Какие красивые окорочка Вы видите, ребятушки Какие красивые Вот Очень жирные такие Вообще аппетитные Вот Что я хочу сказать Цена за окорочка В Ашане составляет За килограмм, естественно 141 рубль Так, вот 141 рубль 61 копеечка Это цена за килограмм У меня здесь Вот 880 граммов Вот 880 граммов Поэтому эти 880 граммов Мы с вами Умножаем На цену за килограмм Которая составляет 141,61 И получаем Вот за эту подложку Я отдал 124 рубля 62 копеечки 124 рубля 62 копеечки Вот за такую подложку Это еще не все Я таких 2 купил И вот Вторая подложка Цена такая же Вот 141,61 Вес только другой Вес здесь 797 граммов Поэтому эти 797 граммов Умножаем На 141,61 И получаем Вот за эту подложку Я отдал 112 рублей 86 копеечек Вот 112 рублей 86 копеечек Вот такие вот Красивые окорочка Вот 2 штуки Я купил Видите какой я Какой я бедный Так что завидуйте Вот Какие окорочка Шикарные Так все С окорочками Разобрались Так Мои хорошие Что же я там Сегодня еще В Ашане Купил Ребятушки Колбасу я сегодня Купил Телячью Гостовскую Великолугскую Вообще она очень дорогая Очень дорогая Просто цена Заоблачная Около 500 рублей Стоит Но это везде По разному В каждом магазине Своя цена Где-то дороже Где-то дешевле Но сегодня на нее акция была Это значит колбаса Телячья Гостовская Великолугского Мясокомбината Вот И цена сегодня По акции За килограмм На нее была Вы сейчас с ума сойдете От зависти 299 рублей Ну грубо говоря 300 рублей за килограмм 300 рублей за килограмм Вот И поэтому Посмотрите Какая колбаса Симпатичная Жирная Вот Телячью Мы такую очень любим Вот Со шпиком Мы все любим Видите Какая колбаска Симпатичная Вот так Вот она у них порезана Такими вот кусочками Вот Такая вот колбаска Значит Вот И вы не поверите Ребятушки Я таких сегодня купил Целых три куска Вес разный Вот Посмотрите Ребятушки Целых три куска Я таких сегодня купил Вот Целых три куска Вы представляете Ребятушки Ох Сейчас хейтеры будут Завидовать Черной завистью Будут завидовать Московскому обжорщику Скажут Откуда у него столько денег Работать нужно Много И тогда И у вас столько будет Вот Видите Завидуйте Молчайте Какая колбаска Жирная Сочная У меня Слюньки текут Изо всех мест Вон видите Какая колбаска Вот Так И что я хочу сказать Ребятушки Сейчас я Мотор Сделаю Еще один Так Вот так Вы поняли 300 рублей за килограмм Вот По акции Ну 299 Вот Вес Вес Разный Давайте С первого кусочка Начнем В котором 571 грамм Так Где он тут Вот 571 грамм Поэтому Эти 571 грамм Мы умножаем За цену за килограмм Который составляет 299 И получаем Вот за этот кусочек Я отдал 170 рублей 73 копеечки Вот 170 рублей 73 копеечки Так Разобрались Так Дальше Что у нас идет Какой вес 432 грамма Вот 432 грамма Вот Поэтому Эти 432 грамма Умножаем На цену За килограмм Который составляет 299 И получаем Вот за этот кусочек За второй я отдал 129 рублей 17 копеечек Вот 129 17 И вот Третий кусочек В котором вес 422 грамма Эти 422 грамма Умножаем На 299 И получаем Вот за этот кусочек За третий я отдал 126 рублей 18 копеечек Вот Итого В общей сложности Где-то у меня получилось Ну короче Сами считайте Вот столько я понабрал Вот такой вот колбасы Должна быть вкусная Жирная тем более Вот Вы видите Да какая колбаса Телячья Вот Синюга Гостовская В синюге Вот хорошо В синюге Так ладно Все с колбаской Разобрались А то у меня уже Слинки секут Ребятушки Так Что же я там Сегодня еще В Ашане Купил мои хорошие Вот В принципе Все с продуктами Мы с вами Закончили С продуктами Вы же знаете Я профессиональный Огородник Профессиональный Дачник С большим Очень стажем Вот Огородник Любитель Профессиональный Что я хочу сказать Вот Я купил себе Всякие Эти По огороду Принадлежностей Эти химические Химикаты Давайте посмотрим Вместо Я сегодня купил Вот Долго Тянуть не буду Время Значит я купил Вот такую Вот антимоль Сегодня Это вот от моли На всякий случай У нас там Моль бывает Потому что мы там Долгое время не живем Вот такая вот Антимоль Вот Эффект запахом лаванды Моль очень боится Лаванду Вот Такая вот Короче Вот Селена Фирма Вот такая вот Антимоль И цена Вот за эту Антимоль Селена За одну пачку 15 рублей 56 копеечек Ясно Да Так Вычеркиваем И это еще не все Я еще купил Препарат Но уже тайга Вот Антимоль Проверенное качество По разумной цене Вот Антимоль Для защиты от моли С запахом лаванды Здесь вот две вешалки Плюс 6 пластин Вот такая вот Тайга Короче Вот еще А вон он здесь как Вот такие вот вешалки Значит Дали вот Прикольные Такие вот вешалки Вот сам этот препарат Вот как он выглядит Как это Презервативы Типа видите Вот Вот такая вот вещь Короче Так Ну все Ладно Так И цена Вот за эту тайгу Составляет Цена За пачку Так 26 рублей 42 копейки 26 рублей 42 копейки Ну я купил По пачке Вот одну такую И вот Одну такую Вот И это еще не все Мои хорошие Я сегодня купил Вот такой вот препарат От медведок Вот Называется Медветокс Защита от медведки 200 граммов В этой пачке Готовая приманка С медовым Привлекательным С медом Вот Она и от муравьев Короче И от медведки Вот такая вот вещь Вот Здесь 200 граммов Как пользоваться Все есть в интернете На сайте Кто захочет Кто-то найдет Ну и здесь Естественно Инструкция Перелагается Вот Это вот для огорода От медведок На всякий случай Для профилактики Очень свежие Видите Ну ладно Тут что вам В принципе читать Это долго Кому это надо Вот Короче Вот такой вот Препарат Я купил Вот одну пачку Я взял Здесь 200 граммов И цена Вот за эту пачку Составляет 50 рублей 73 копеечки 50 рублей 73 копеечки Так Ясно Да Так Вычеркиваем Медведокс От медведки И сегодня же я Купил Там же В Ашане Естественно Вот такой вот Препарат Очень хороший От муравьев Вот Микрогранулы От садовых муравьев И почвенных Комнатных мушек Вот Гром-2 называется На 3-5 квадратных метров Здесь 10 граммов Защищено от подделки Очень хороший Препарат Вот я когда Хочу вам секрет раскрыть Когда сажаю Я вот огурчики Кабачки Делаю лунку Туда вот сыплю Совсем немножечко На глаз этого препарата Кладу семечко В лунку И засыпаю землю Это вот от всяких Вредителей От муравьев От личинок И вот Всегда всходит Все очень хорошо Вот Потому что Это все не фитотоксично Вот Это хорошо Вот такой препарат Гром-2 называется Я уже который раз Покупаю его Еще муравьин есть Тоже хороший Но это мне кажется Получше Он подороже чуть-чуть Вот такой препарат Гром-2 И цена вот За эту пачку В которой 10 граммов В Ашане Составляет Гром-2 Пакет 10 грамм 10 рублей 89 копеечек 10 рублей 89 копеечек Я купил 3 пачки Поэтому эти 3 пачки Умножаем на 10 рублей 89 копеечек И получаем Вот за эти 3 пачки Я отдал 32 рубля 67 копеечек Вот Ясно, да? 32 рубля 67 копеечек Вот Посмотрите Что я вас не обманываю Это порошок Вот Порошок Так Вот И самый главный препарат Для огородника Особенно в дождливое лето Конечно же Это Гроза Вот Очень хорошая вещь Вот От этих От улиток От слизней Потому что Это самые опасные На огороде Вредители Особенно вот Когда огурчики сажаете Они как только начинают Сходить Появляться В сходе В сходы Эти улитки Слизни Они даже не дают Им проклюнуться Они уже В земле заводятся И съедают Короче В сходы Вот И растения погибают А эта вот гроза Она всегда помогает На 100% Ну пусть не на 100% А на 99-99% В зависимости от погоды А вот Эти вот годы Те вот Которые вот были В том году Лето Очень было дождливо И в позапрошлом году Очень много Нашествия было слизней И вот Этот препарат Справлялся Без него бы Конечно У меня бы Столько бы урожая Кабачков И огурцов бы не было Вот Хорошая очень вещь Это не реклама Это просто Мой правильный выбор Если так можно выразиться Вот Поэтому гроза Это Главное Чтобы вам не попалась Подделка Вот А если настоящая гроза То все хорошо И цена вот за эту пачку В которой 15 граммов Она идет Ребятушки На 5-20 квадратных метров Защищаемой площади Вот здесь 15 граммов Гроза 3 Так Цена вот за эту пачку В которой 15 граммов Составляет 13 рублей 75 копеек 13.75 Я купил Вы не поверите Целых 10 пачек Поэтому 10 штук Умножаем на 13.75 И получаем Вот за эти 10 штук Я отдал 137 рублей 50 копеек 137 рублей 50 копеечек Вот Посмотрите Вот Раз пачка Так Вот Два Два Вот Три Три Так Вот Четыре Четыре Пять Пять Шесть 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 Семь Вот Семь Так Вот Восемь Восемь И вот Девять Десять Вот Целых Десять пачек Вот я купил Этой грозы Вот Так что завидуйте Все Слизнем И улиткам Пришел капут Вот Ясно Да Все В принципе Ребятушки Вот такие Вот у меня сегодня Были Снова Престижные Покупочки Дорогие Итого Я сегодня 1 апреля 2019 года В гипермаркете Яшан Потратил Итоговую сумму Моих покупок Которая составила К оплате 1 тысяча Двести восемьдесят семь Рублей Пятьдесят копеечек 1 тысяча Двести восемьдесят семь Рублей Пятьдесят копеечек Вы представляете Как много я сегодня Опять потратил Денежек Ну а на этом все Не забывайте Подписываться на мой канал И не болейте Все Пока 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 Спасибо за внимание